МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри, у меня к сегодняшней программе вот такие вот часы. Тонкий намек, утекающее время. Скользающее. Убегающее. А у меня есть вот такой персонаж в сегодняшней программе. Снегурочка. Снегурочка, совершенно верно. Интересно. Ты прекрасно угадываешь все мои загадки. А еще к сегодняшней программе весьма и весьма подойдут руссконародные сказки. И я всю ночь трудилась специально для тебя, создавала омолаживающее средство. Для меня какой-то странный намек немного. Ну что ж, на улице, друзья, весна, а в нашей студии тепло и уютно. Тема нашей сегодняшней программы долгожданное родительство. Присоединяй. У нас в гостях актриса Светлана Пермякова. Света, привет. 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 Очень рада тебя видеть. Прекрасно выглядишь. И я вас рада видеть. И вы прекрасно выглядите. Спасибо. Это была Светлана Пермякова. Света, ну, мы действительно долго не виделись, поэтому сейчас хотелось бы уже публично поздравить тебя, опять же, с рождения дочери, которой уже три года. Уже три с половиной нам. Уже три с половиной. Это я могу официально тебя поздравить, поскольку я тебя не видела столько же с рождением двух детей. Спасибо большое. А у тебя кто-нибудь родился? А мы ему 9 лет. А ты ему 9. Мы тоже поздравляем тебя. Ну, по большому счету, всех нас можно, но Антона, конечно, с натяжкой, но назвать такими, как они, старородящими, поздними родителями. Но тем не менее, мне кажется, как раз дети дают тут самое омолаживающее. Мудрое родящее, я бы сказала. Знаешь, давай в другом. Мудрое родящее. Несмотря на это, дети все-таки дают какой-то омолаживающий эффект. Я сейчас чувствую очень молодой мамой. Посмотрите на нас. Разве мы не молодо выглядим? Мы прекрасно выглядим. Скажи, пожалуйста, твоя жизнь перевернулась с ног на голову? Да, честно говоря, да. И с каждым днем она у меня переворачивается еще больше и больше. Потому что сейчас самый потрясающий возраст у Варюши. Вот самый волшебный просто. Год, не год, а вот с мая месяца она начала говорить ближе к 3 годам. Она у меня 24 июля родилась. И в мае мы уехали далеко на море. И у нее вот это был прорыв. Она начала говорить. И очень много. Мне не связано и непонятно. Я записывала, но у нее очень интересные такие высказки были. Вот они сейчас еще больше интересней. И потом, знаешь, как бы понарастающе все. Пошло, 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 пошло. И сейчас уже 3,5. И предложения, и вот эти вот интересные фразы. Папа, ты у меня еще попляшешь. Когда мне Максим сказал, говорит, ты знаешь, у нас сегодня хит, у нас сегодня фраза дня. Папа, ты у меня еще попляшешь. Я хохотала просто безумно. Это Варя. Это Варвара. Это не папа, это друг мамы. Это тот человек, который нас встречал в роддоме, Иван Иванович Хлобыстин. И я говорю, в принципе, если сложится все хорошо, и Варюша выберет эту профессию актерства, то я говорю, у тебя неплохая карьера началась с рук Хлобыстина. 10 месяцев, да? Да, 10 месяцев. Она появилась в сериале «Интерны». Да, да, на руках Хлобыстина. Я говорю, в принципе, неплохая. То есть это не просто в гримёрке, у нее еще была и роль. У нее была роль, мы месяц снимались. Да, вот, месяц. Но она играла мальчику Антошку. А, Ильюша, Ильюша, Ильюша. Этого Ивановича, кого по сериалу родился мальчик, Ильюша. Вот Варюша играла Ильюшу. Но на тот момент лысенькие были, поэтому без разницы. Это называется «Артистка травести», по-моему. Ну, если говорить о теме нашей сегодняшней программы, то у тебя вообще, в принципе, все складывалось как-то чуть позже, да? Чуть-чуть, да. Я, знаешь, я так заскакиваю всегда в последний вагон. Я думаю, все помнят Светка Жанка. Да, вот это вот все. Шестнагой, сколько получается, 12 лет прошло. Ты представляешь, как закончилось? Да, синие губы. Да. Да, по-моему, чупа-чупс у вас. Ну, тебя в жюри я помню. Ну, вот, Мальчик. А я помню, да, у меня-то не в телевизоре, я помню вот так вот. Я смотрел чуть-чуть снизу вверх. Да, да, да. И все же там тоже, мы сейчас за кулисами до начала съемок тут вспоминали. Была же у твоей, по-моему, героини что-то про Вольтера, да? Про Вольтера, да. Да, да, папа всю ночь перечитывал, и Вольтера интересно, что он пытается там найти. А до этого я нашла там 10 рублей. Вольтер иногда очень интересный. У нас есть столик Вольтера, да. На всякий случай, ну, не знаю, вдруг пригодится, да, то он... Это дневник Светки Жанки был в основном. Да. Вольтер. А давайте погадаем по книжке, раз уж мы ее взяли. Раз это ружье выстрелило, давай загадаем. Что ты хочешь загадать? Ну, давай, знаешь что, весна, весенний период, чем у нас как будто знаменуется, под каким девизом? Давай страница. Давай так, страница 263-я. 263-я страница. Ну, вот нагадали, что-то вы умеете ставить четко вопрос. И какая строчка сверху? А это очень важно. Посылаешь точный запрос, тебе точный ответ приходит. Сверху давай третья, чтобы далеко там не считать. Раз, два, три. Итак, весна. Эти три произведения устрашающие эпические поэмы. Боже мой, ты представляешь, три месяца весны устрашающие эпические поэмы. Точно, опытная гадальщица. Мата, принимай. Да. Так что впереди у нас эпические поэмы, друзья. Частично позади. По поводу ожидания. Ведь, в принципе, тоже тебя можно, к тебе такой успех широкий вместе с интернами пришел тоже. Ну, скажем так, долго ты к ним ушла, даже включая и КВНовскую карьеру, и до КВНовскую. Ну, видишь, там Светка и Жанка были звездами в Перми, но только потом стали звездами на таком, на федеральном уровне. Ну, спасибо большое телевизору. Вот знаешь, там волшебному ящику, который дает возможность все-таки стать известной, популярной на всей территории, не только России, но, знаешь, как бы ближневиданную зарубежье. Но это на самом деле, это только вот благодаря телевизору все. Если бы мы остались в Перми, ну, были бы в Перми, да, там бы что-то сделали, и много бы чего сделали. Звание бы, наверное, я уже получила в Тюзи нашу. И к родительству ты пришла тоже достаточно поздно. Вот, Оль, я настолько была не то, что щепетильна и как бы верую в то, что уже что-то предначертано и что-то должно быть, хотя так оно и должно быть. Я всему, как бы, с открытой душой. Вот если это суждено было быть, например, в Перми бы, вот, да, я ждала, долго ждала, но ничего не происходило. Поэтому так как-то, ну, думаю, да, поехать. Как бы шанс дается один раз, единственный, все, второго шанса никогда не будет. Вот мне дал предложение сейчас, поехали в Москву, я говорю, поехали, все, тут же поехали. Ну, поехали. И вот дальше больше, понимаешь, как говорится, вот зеленый сигнал светофора, повернули направо, ну, повернули направо, хотя не прямо надо. Ну, и вот таким путем я как-то вот иду, 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 иду. Поэтому, да, наверное, это ожидание было слишком долгим, но, начинаю вспоминать все свои годы так назад, вот, я на пленку так прокручу, думаю, я не за один год, мне не стыдно, не обидно, что вот он прошел в пустую. Он настолько был насыщенный. Как в пустую? Это тоже, с какой точки зрения, смотрите, вот ты говоришь в пустую, наверняка ты тоже слышала огромное количество раз, и оказывалась сама под прессом общества, что, ой, а когда ребеночка, вот это, а замуж. Это не общественность, это родственники, это родственные отношения, подруги, друзья. Ну, как дела, там, рожать собираешься, потом вопросы эти уже перестали задаваться, уже все. Все, понимаем, что уже, там, 38, уже 39, все, до свидания, все, уже до свидания. Вот, и, ты знаешь, может быть, я даже сама, как бы, вот, в ожидании ребенка, хотя нет, я, наверное, сейчас буду лукавить, потому что я всегда знала, что одна я старость не буду встречать, у меня будет большая семья, и я очень это хочу, я, это будет. Вот, поэтому ребенок, я говорю, в любом случае, ребенок у меня будет один или два, как сейчас там уже, там, рассматривают второго рождения, я не знаю, вот, но второго я очень хочу. Заявку ты подала? Заявку я подала, вот. Но варюшка должна была точно появиться, и это ребеночек, я вам скажу, что, да, как Максим сказал, говорит, блин, ядерный, у нас какой-то там заряд получился. А вот еще говорят, что поздние родители немножко перегибаются любовью, да, поскольку это долгожданный ребенок. Иперопека. Для многих, да. Чихнув. Да, ты уже мудр, ты уже знаешь, что так нельзя, так не делать. Ты знаешь, я смеюсь... И балуешь много, балуешь, да. Балуешь, да. У меня, я смеюсь, я для варюши и мама, и бабушка, понимаешь? Понимаешь, вот по возрасту я и мама, и бабушка, потому что 40 – это нормально, естественно. А Максим у меня папа, вот. Поэтому у нас некое такое сочетание абсолютно как бы правильное, понимаешь? Я если где-то перегибаю, то Максим разгребает это дело. И Варя очень так понимает хорошо, что нужно, что не нужно, но она не манипулирует, а, знаешь, как бы отбирает какие-то нужные семена вот из этих наших таких... Все дети манипулируют. Как бы мы это ни назвали, это все равно манипуляция. Это точно. Ну, у нас сейчас переходный вот этот трехгодовой возраст. Как воспитатели говорят, и каприски начали приходить, и все. И очень часто, видимо, отсутствие... Я очень часто уезжаю, Максим уезжает. И в любом случае, все свободное время, которое только есть, это все равно ребенку. Она, конечно, залюблена. Ну, конечно, она залюблена. Она знает, что ее любят. Но это была моей задачей, потому что ребенок должен знать, что у него есть стыл. В каком бы случае, куда бы его там судьбина не закинула, дом – это та часть территории в нашей стране, в нашей земле, где тебя всегда будут любить, тебя примут каким бы ты ни был. Дом – это твое. Поэтому залюбленность, да, присутствует. Но в то же время есть некая такая, как бы, знаешь, воспитательная сторона. Вот это точно присутствует. Не скажу. Ну, ты можешь дать уже как человек, который пожил, у которого есть жизненный опыт. А у Максима откуда вот это вот отцовство? Он же совсем молод. Не знаю, ты знаешь, это, наверное, какое-то вырожденное. Ну, он уже не молод. Сколько? Максиму уже 26. А, да. Уже. 6, да. Уже не молод. Уже. Понимаешь, Максима родили, когда было 23. Ну, Максу 22 на 23-м. Это не молод. Вот тогда, когда Максим говорил, что он хочет ребенка, это когда ему было 18-19 лет, понимаешь? Вот тогда я понимаю, что он был бы хорошим папой на тот момент. Но он не готов. А нет такого, что вот ты даже сама говоришь, что я и мама, и бабушка. Нет, что когда ты бабушка, ты с Максимом папой, вы вступаете в какие-то, знаешь, такие, ну, если не ссоры, то я... Как это обычно бывает. Ну, вот поэтому мы и не живем вместе. То есть тут как бы... Вот поэтому мы и не живем вместе. Да, у нас как бы случился некий такой конфликт в самом начале, когда в Америке как раз исполнился годик. Вот. И мы натолкнулись как бы на такие некие наши внутренние. Внутренние. Я говорю одно, Максим говорит другое. Тяжело. Тяжело очень. И... Ну, сейчас у нас некий такой прям паритет очень хороший. И Варюша уже вырастает, и она уже как бы корректирует свое поведение. Поэтому у нас сейчас вот очень как бы та ситуация, которая нас устраивает всех в нашей семье. Вот. И Варька очень много сейчас говорит, то, что вот я не досказала, что мы куда-то уезжаем, она, мамочка, я тебя так люблю, папочка, я так тебя люблю. Мы такая семья, мы такая семья. Говорю, господи, боже мой, откуда такой вырастает, боже мой. Ну, вот это вот, видимо, желание высказывать свое... Все родители, да. Да. Чувство как бы объединить, хочешь что-то. Ну, мы и так, в принципе, вместе, поэтому все хорошо. Еще, кстати, тоже такой момент существует, когда ты становишься родителем, да, уже будучи состоявшимся человеком, имея опыт, имея опыт подруг, друзей, да, опять же, старших сестер, братьев, ты уже почти все знаешь. Берешь младенца на руки, ты уже не теряешься, понимаешь, что надо делать, куда его нести, куда прикладывать и прочее. Тут я бы поспорил. Поверь мне. Ты знаешь, теоретически. Абсолютно точно. Но ты знаешь, это как-то... Это материнское, тебе это не понять. Я просто к тому говорю, что на твоем пути все-таки вырастает либо мама, да, твоя собственная, либо свекровь, которые тоже вроде бы умудрены опытом и пытаются тебе навязать свои правила, да, как нужно. Ты же вроде бы как молодая мать еще. Это у тебя впервые. Но, тем не менее, у тебя есть этот опыт, и ты понимаешь, что тебе как бы посторонняя помощь, она немножко мешает. У тебя были такие конфликтные моменты, когда кто-то навязывал тебе свою... Слава богу, нет, потому что... То есть мамой Максима... Мама Максима приехала позже, гораздо позже. Она приехала уже, когда авария была, месяцев 8 или 7. Вот, поэтому вот эти вот первые как раз все моменты, они были на нас, на наших плечах, меня и Максима. Вот, хоть 40 лет, хоть 20 лет, понимаешь, первый ребенок, это как та первая машина, знаешь, ты не знаешь, с какой стороны подойти, что делать, вот. Вторая машина уже знаешь, тут включил, там, ну, тут вытер, тут... Третья еще проще, понимаешь, ну, и так дальше. Но, к сожалению, пока только на одном все остановилось, пока на одном, да. На втором, я так думаю, проще. Да, абсолютно, да, это точно. Вот, ну, вот здесь, да, поэтому и плюхалось, и не плюхалось. Но, знаешь, как бы не было, как бы, страха. Как вот, например, папа, ну, многие молодые отцы не знают, как подойти к ребенку, как его там постирать, познать. Не то, чтобы как подойти, как взять, где-то надавить. Какой-то прям хрупкий такой. Ну, здесь у нас, у Максима, все было сразу, мы и покупали, и все, потому что мы были одни, понимаешь, это вот та семья. И я считаю, это правильно. С вас как щенков бросили в воду. Ну, это верно. Понимаешь, родители могут быть только на помощь в каких-то случаях, когда, например, есть, ну, совсем уже усталость, когда маме хочется поспать. Ну, и тут вот приходит папа на помощь, понимаешь. Он говорит, да, ты поспи, я помогу, там, погуляю, там, или приберусь, или приготовлю, или, там, ты устал, я это все займусь. Ну, бабушка, хорошо, приду, если есть. Если есть, это огромная помощь. Вот, а так, в принципе, я считаю, что это... Справились. Как, знаешь, как в роддоме сказали, ну, это я еще наиграюсь, там, пусть пока в ясерках, ну, я еще наиграюсь, домой приду и наиграюсь. Поэтому это ваша игрушка, это ваш ребенок, как игрушка, это не игрушка, конечно. Это вот вы родили, как говорится, вы даете уже все, что вы дадите. Ну что ж, друзья, еще о плюсах и минусах долгожданного родительства мы поговорим со специалистом, так что никуда не переключайтесь. Ну, а к нашей беседе присоединяется кандидат психологических наук Ирина Гринфельд. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите нам, пожалуйста, как раз мы говорим о долгожданном родительстве. Существует общественное мнение, что действительно... Стереотип, утекает время. Утекает время, да, что нужно, нужно, пора, и как-то вот, да, над тобой все нависают. И очень многие родители, они... Ты закусил губы, ты хотел что-то сказать? Нет, нет, я просто закусил губы. Это очень сексуально. Ну так вот, многие родители, они пытаются под давлением общественного мнения изо всех сил стать себе родителями, хотя, может быть, они и не хотят этого, и, может быть, они всю жизнь прожили бы без детей. А некоторые вот действительно несутся, 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 и общественное мнение их немножко в этом смысле подстегивает. Вот как быть в этой ситуации, как не поддаваться этой панике? Ну, действительно, в нашей стране очень такие суровые традиции семейные, где родственники изо всех сил пытаются подогнать молодежь. И мне очень понравилось, как Светлана определила мудрое родительство, да, потому что этот термин как раз тот, когда я созрел внутри, и я хочу этого ребенка не для того, чтобы от меня все отстали быть, а именно быть родителем, дать ребенку что-то, да, помочь как бы ему вырасти. Вот, а те люди, которые все-таки берут на себя ожидания семьи, ожидания общества и становятся родителями, к сожалению, часто бывают не готовы. И в таком случае может быть наняты няня, может найтись хороший садик, прекрасные преподаватели, но эмоционально нет контакта с ребенком, и ребенок остается в одиночестве, он становится замкнутым, неуверенным в себе, он не чувствует вот этой поддержки, да, вот Светлана нам рассказала, что важно вот это вот принятие безусловное, да, что вот это твой дом, я всегда тебе помогу, вот это уже как бы осознанное родительство. А если говорить про родительство как таковое, даже взять, вот, не знаю, там, сказки, вот у нас тут лежит, там, сборник, это русские народные сказки, да, жили дед и баба, не было у них ребенка, слепили они снегурочку. Да, снегурочку сделали, да. Дюймовочка, то же самое, пожилая пара, у которых не было детей, уж не помню. А они пошли к колдуне, к доброй колдуне, отдала семечку, посадили, вырастут цветочек, и там вот... Да, куда ни посмотреть, японские сказки, есть похожие сюжеты. То есть везде обязательно, у деда и у бабы, неважно в каком возрасте, не получилось молодости, но все равно там обязательно должен появиться ребенок. В современном мире тоже так, то есть необходимо все равно не выполнить биологическую программу свою. Плохой человек, плохой представитель своего биологического вида. Ну, к счастью, сейчас все-таки более широкий сценарий, да, и люди могут выбирать, тот сознательно не имеет детей. Но сказка «Снегурочка» – это как раз пример о том, как делать не надо, да, потому что там бабка и дед держали снегурочку дома, никуда не пускали. То есть это вот пример гиперопеки такой. Она сидела, как мы помним, грустная, да, грустила, гулять не ходила. И потом, когда наступило уже позднее лето, девушки пошли водить хороводы, что символизирует собой уже такую юность, да, сексуальное созревание. Весной. Весна же наступила там. Нет, там летом. Летом они пошли. Пошли летом водить. Разные интерпретации сказали. Ну ладно, хорошо. Весной, хорошо. Весной расцвела, да. И под давлением все-таки, видимо, бабка и дед поняли, что что-то не так они сделали. Да, они ей говорят, ну уже иди, ну ты уже иди. И вот вышла она, с подружками играть не может, да, хороводы водить ей неинтересно. Она не умеет взаимодействовать, да, не умеет включиться вот в этот социальный контакт. Ребенок не социализирован. Абсолютно, не готов к жизни. И когда разводят костер, она, находясь в контакте со своими желаниями, не зная, чего она хочет или не хочет, да, бежит, да, прыгает и... Простое тело, да. То есть это, в принципе, сказка о том, что человек, которого растят вот в этих жестких рамках, со всех сторон ограждают его от получения жизненного опыта, он не жизнеспособен. Да, он сгорает и, к сожалению, не может воспользоваться. Никогда так сниму ручку вот с такой позиции. Я вот не это... Да, а вот скажите, Света даже говорила про дочку, что она залюбленная. А так ли это плохо? Может быть, наоборот, в современном мире, когда родители работают, у одного работа, у другого работа, подарки, да, вот подарили, там, задаривают, иногда компенсируя, может быть, недостаток внимания. А это другое страшное. Да, может быть, залюбленность. Это как раз и хорошо, когда ребенок все время чувствует, что все время его, там, не знаю, за щечки треплют, обнимают к себе, прижимают, макушку целуют. Любовь – это прекрасно. Ты знаешь, это еще другое, Ир, простите, я вас перебью. Это есть другое, которое, знаешь, такие вот, как бы, телята, вот они, вот, все, вот, им там, вот, хочется, вот, любить. А есть другие, понимаешь, вот, знают, что их любят, прекрасно. И вот, как, например, Творюша, ну, все, мама, все, Хатя, все, я тебя поняла, все, замечательно, все, уже не надо, все. Уже, знаешь, есть вариант того, что оставьте меня, пожалуйста, одну, я уже хочу одна побыть, все, вот это вот, ну, ёкерный бабай, все, пожалуйста. Любишь, любишь, любишь. И уже, знаешь, так, ну, дайте поцелую, ну, дайте поцелую. О, ну, да. Судя, видимо, ваша дочь умеет отстаивать свои границы. Может, может, абсолютно. Когда я принимаю, и когда мне уже достаточно. Вот, и очень важно для детей в любой семье, чтобы их действительно любили, принимали, чтобы им давали возможность проявлять себя активно, свободно. То есть обозначали четкие границы дозволенного, чтобы в семье были правила, внутри которых, да, мы любим, принимаем тебя, ты готов, можешь делать все, что угодно, себя проявлять, мы тебя поддержим и поможем тебе справиться со твоими ошибками, если ты их совершишь, признавая ответственность за эти ошибки, что родители знают, ты сделаешь, ты ответственен, а не так, что, ой, мы сейчас все, все, сейчас мы все решим. А вот тоже интересный момент, когда, достигая там определенного, не знаю, возраста, да, и статуса, женщина вдруг решает, что она, может быть, и не найдет этого принца на коне, а ей нужен ли он, и она так привыкла жить одна, ей так все нравится. А часы биологически тикают, опять же. Да, часы тикают, но ребенка для себя родить можно. Вот это является проблемой, или все-таки нет уже в современном мире, когда ты действительно можешь взять каталог, да, и выбрать себе отца практически... Глубые глаза, хочу, дать ему волнусь. Да, акционер общества Семечка. Волшебная Семечка. Практически генерить себе ребенка. Да, действительно, сейчас можно все, и мы, когда смотрим, да, мне кажется, вот важно рассматривать ситуацию со стороны интересов ребенка. Да, что получает ребенок в такой ситуации? Если мама мудрая, осознанная, она понимает, что рожая ребенка, это не значит, что она прекращает поиск партнера и построение межличностных отношений с мужчинами. Тогда все нормально, есть шанс, что здесь будет все уравновешено в отношении к ребенку, не перемешается вот это партнерское отношение, да, потому что в противном случае, рожая ребенка, мама может слиться с ним, да, и говоря ему о том, что вот ты мой хороший, мы всегда будем вместе, ты только мое солнышко, награждает ребенка такой ответственностью непосильной, неподъемной, да, что этот ребенок, он сразу вот под этой тяжестью сгибается, и он уже как такой маленький старичок, да, мама ему выкладывает все проблемы, все трудности, то есть делится с ним, как с партнером. У меня другой вопрос по поводу поздних детей, я не знаю, есть ли какая-то статистика, есть ли какие-то психологические особенности, говорят, что поздние дети, они чаще встречаются вундеркинде, что они такие интеллектуально развитые и так далее. Действительно вот есть какие-то такие статистические показатели? Ну, действительно, встречаются чаще. Что на это влияет, скорее всего, опять же, зрелость, мудрость родителей, большое количество родственников. Наверное, да. А что еще? Ну, внимательнее. Родители уже лучше понимают потребности ребенка, да, они уже лучше знают мир и знают, что ему предложить. Сейчас вообще очень много информации, поэтому родителям, если они хотят, им очень легко ориентироваться в этом потоке. А еще такая тоже существует, я не знаю, сейчас ли в нашем современном мире существует ли она, и стоит ли нашим детям этого бояться, но тем не менее у меня есть подруга, которую родители поздно родили, и она всегда стеснялась ходить в школу вместе с родителями, потому что родители... Отец тоже и посидел как-то рано, да, и то есть когда одних там отводит детский сад и школу, там, 20-30-летние родители, ее отводили 40- и уже 50-летние родители. И она так на полпути говорила, а дальше я сама. И она сама рассказала, что она стеснялась того, что ее родители уже пожилые люди. Вот как вот этот барьер предатель и помочь ребенку, я не знаю, либо самому постоянно в маске, огурцы, да, пластической хирургии... В данной ситуации, мне кажется, родители как-то дали вот именно этот маночек дочке, чтобы она считала их пожилыми, потому что дети не считают своих родителей там старыми, или там какими... Вот у меня такое ощущение. Потому что вот как зафиксируется, понимаешь, например, там в 2 или 3 года и вот маму, папу вот они увидели в таком возрасте, да, все. Вот родители больше для них, вот как для... И сейчас там, я вот сейчас тоже выросла, я помню маму, папу молодыми, понимаешь, пусть они уже исты, но вот я помню их такими, и наши дети нас видят только такими, молодыми. Мы меняемся, но то осознание, что все-таки мама, папа наши молодые, тут просто родители были неправы. Вы не хотите написать кандидатскую по психологии? Нет, не хочу. Возможно, у вашей подруги действительно был какой-то момент такой травмирующий. Может быть, сверстники что-то сказали, может быть, какая-то ситуация была. Потому что так вот, конечно, если ребенок любит родителей, они для него все равно самые любимые, он не оценивает возраст. Потому что нигде не написано, какой родитель должен быть, сколько ему должно быть лет, да. Написано, что он должен любить и принимать, да. А уж сколько лет? Это как тоже рассказала мне актриса, которая водила дочку в детский сад, и она ее забирает, она говорит, мама, за Валера приходила мама, и она такая толстая, а эта актриса сама весит, там, 120-130 килограмм. Она говорит, а я как же... Нет, ты не такая толстая, я сказала. То есть они даже... Ты у меня самая красивая. То есть даже размеры они не видят. Да, все по-другому абсолютно. Вот, например, когда у нас Жанка Светка, да, дует был, а у Жанки, у Жанны, Соня, дочка, на тот момент, ну, назад перекинем столько, времени 12 лет, Соня тогда была 12-13 лет, в школе училась, и Жанна говорит, блин, и Светка Жанка в Перми тогда, и уже вот КВН, все пошло по телевизору. И, а что, ну мы-то там, получается, 16-15 лет, там, Светка Жанка, мы позиционируем себя такими подростками. У Жанки была 12-летней, то есть я как человек в жюри сейчас в шоке. У Жанны была Соня, ей 20 лет было тогда. Вот, и она говорит, я в Перми, и Соня, мама там, у нас родительское собрание. Ничего, говорит, я иду на это родительское собрание. Ну, там, говорит, тогда в школу иду, и там, а, Жанка идет! Тут было другое, понимаешь, она говорит, я не пойду больше на родительское собрание, куда как не заглядываю, и все, а, Жанка, Жанка! Короче, самое главное, не обращать внимание на общественное мнение. Да, вы будете. Не в плане того, когда вы хотите поскорее стать родителями, либо, наоборот, когда вы отодвигаете. Друзья, когда вы созрели, родителями становиться, тогда, видимо, и подошло ваше время. Спасибо, спасибо большое нашим гостям. Друзья, это была программа «Свежий воздух». До встречи, пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»